Это Вести на Фстуде Филипп Трофимов. Вашингтон вводит ограничения на российские и китайские технологии в автомобилях. Речь о полном запрете ввоза и продажи в США машин, использующих ПО или аппаратные компоненты из недружественных стран. Соответствующее сообщение уже появилось, например, на сайте посольства США в Китае. Трог говоря, это касается так называемых подключенных автомобилей. Но поскольку практически все машины, продаваемые сегодня в Северной Америке, имеют подключение к сотовым или спутниковым сетям, равно как Bluetooth-соединение со смартфонами владельцев, то грядущий запрет фактически всеобщий. Аргументы авторов документа, по данным агентства Reuters, сводятся к вопросам национальной безопасности. В первую очередь, к сохранности данных, которые собирают и куда-то отправляют автомобили. Проще говоря, многие сегодняшние машины, оборудованные камерами и микрофонами, системами спутниковой навигации и доступом в интернет, в теории можно использовать для слежки как за их владельцами, так и за окружающим миром. Именно по этой причине, например, в Китае одно время было запрещено на автомобилях Тесла приближаться к определенным правительственным учреждениям. Чтобы снять эти ограничения, глава Тесла Илон Маск лично ездил в Китай. Кроме того, в американском Менторге говорят о потенциальном риске просто отключения иностранным разработчикам по какой-либо причине систем автономного вождения на миллионах автомобилей одновременно, что может привести к катастрофическим последствиям. Впрочем, предлагаемые ограничения не вводятся немедленно. Если после 30-дневного публичного обсуждения принципиальных изменений в документ внесено не будет, он вступит в силу только в 27-м году. Сначала запретят продажу машин с ПО из недружественных стран, а спустя еще три года с аппаратными компонентами из этих государств. Применительно к России это могло бы коснуться, например, Яндекса, у беспилотного подразделения которого некогда была и база, и контракты на поставки и в США в том числе. Или лабораторий Касперского, который разрабатывает ПО как раз-таки для безопасности подключенных автомобилей. Но ее решения и без того отдельно уже запрещены в США. В целом же новый документ направлен скорее против китайского автопрома. Причем есть версия, что собственная безопасность не единственный момент в этой истории. Дело в том, что так называемые подключенные автомобили, которые уже суть компьютера на колесах, это еще и доход от сервисов. Собственно, ровно так же, как в более привычных цифровых экосистемах. Так, например, той же Apple подписки на видео и музыкальный стриминг и комиссия с продаж приложений для айфонов приносят по 24 миллиарда долларов за квартал. В мировом автопроме пока цифра скромнее. Если верить данным, которые приводит Financial Times, сегодня все производители автомобилей вместе взятые на цифровых сервисах зарабатывают 300 миллионов долларов. Это 3% их выручки. Но, согласно прогнозам, к 2040 году, то есть уже через 15 лет, всевозможные подписки и прочие платежи за цифровые автопродукты будут приносить в общей сложности 3,5 триллиона долларов. И тут интересно, что в плане развитости цифровой составляющей автомобилей китайские компании, если не впереди планеты всей, то близки к этому. А вот традиционный автопром существенно отстает. Итак, в рейтинге топ-10 аналитического агентства Garner, которые оценивают потенциал цифровизации прибыли автоконцернов, традиционных компаний только три. Это Ford, General Motors и BMW, и все они в самом конце. Остальное – это три стартапа из США во главе с Tesla и четыре компании из Китая. В цифровизацию и подключенность они вкладываются невероятно активно. Для понимания, тот же концерт GLE, который, среди прочего, грозится подключать в России такие популярные у нас автомобили Zikr, разрабатывает, устанавливает в свои машины собственный процессор Dragon Eagle. Он производится по техпроцессу 7 нанометров, отвечает в том числе за обработку видео и нейросетевые задачи. Развивает собственную спутниковую группировку G-Space. Сейчас это два десятка в перспективе 240 космических аппаратов, которые обеспечивают транспорт по всей планете точной навигацией и связью. В экосистему входят еще смартфоны Meizu и операционная система FlymeOS. Да, а еще GLE – это автомобили Volvo, Lotus и Smart. В последних двух у китайской компании по 50%, но этим маркам, вероятно, тоже придется уйти с американского рынка. Субтитры создавал DimaTorzok